Продолжаем выпуск. В Тверской области продолжается сезон активного сбора грибов. Несмотря на то, что правилам поведения в лесу учат с детского сада, ежегодно любители тихой охоты продолжают теряться. По данным Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова», по итогам июля работа велась по 171 заявке. Почему люди продолжают теряться в лесах, разбиралась Наталья Чекет. Ушел в лес и заблудился. В разгар сезона тихой охоты волонтерам и спасателям практически каждый день приходится выезжать на поиски потерявшихся в лесу. Только за прошедшие выходные волонтеры вывели из леса 36 человек. Люди теряются по разным причинам. Однако в большинстве своем это самоуверенность, когда человек думает, что знает так называемые свои места. Практически каждая заявка – это люди, которые знают свое место, идут, но лес меняется. Лес меняется каждый день, каждый месяц. То есть если человек ходил, допустим, в июне в лес и пошел в июль в следующий раз, то лес уже будет другой совсем. А также причина – это погода нестабильная. То есть если люди уходят с утра, светит солнышко, к обеду начинается дождь, и люди теряют ориентацию в лесу. Потому что в основном, по большей части, все ориентируются по солнцу. Каждый грибник должен помнить, что перед тем, как отправиться в лес, необходимо предупредить близких или соседей о том, куда ты собираешься идти и когда планируешь вернуться. Это особенно касается тех, кто отправляется в лес без телефона. Самое, наверное, у меня была по времени дальняя заявка – это трое суток бабушка была уже в лесу, и только тогда соседи заметили, что ее нет. Спустя трое суток мы начали искать, и на пятые сутки нашли живую, нормальную всю. Часто тяжело искать, потому что меняется очень сознание. Даже у здорового молодого человека сознание будет меняться. Страшно, звуки разные, непонятные. В помощь любителям уединение на природе – современные технологии. Местонахождение можно вычислить по геолокации. Поэтому полностью заряженный телефон – обязательная вещь при походе за грибами. Если приходит осознание того, что заблудился, главное – не пытаться найти место, откуда зашел в лес. Необходимо позвонить по номеру 112. И главное правило для всех потерявшихся – оставаться на месте. Ведь чем дальше в лес, тем меньше шансов, что вас смогут найти. Еще один совет – надеть что-то яркое из одежды. Теряются в лесу как взрослые, так и подростки. Сложнее ситуация обстоит с поиском пожилых людей. Если молодой человек потерялся, он более адекватно оценивает ситуацию. С ним легче договориться, он более напуган ситуацией, поэтому слушается. То пожилыми людьми часто бывает очень тяжело. Потому что они не хотят, во-первых, признавать, что они заблудились. Они не хотят слушать инструкции, которые им говорят, потому что они уверены, что они могут выйти сами. Многие не заявляют долгое время, то есть прям до последнего ждут, потому что им стыдно перед своими односельчанами, перед своими родственниками. Они думают, что это какой-то прям позор для них. Волонтеры напоминают, что соблюдение простых мер безопасности поможет избежать неприятных ситуаций. И лучше всего не ходить в лес в одиночку. В компании и веселей, и безопаснее.